Сегодня проблема использования лекарственных растений стоит очень остро для фармацевтической промышленности. По словам казахстанских учёных, предприятия страны могут производить лекарственные препараты из местного сырья. Для этого в республике есть все условия. В Казахстане произрастают более 300 видов растений, имеющих целебные свойства. 72 вида растут в Южно-Казахстанской области. Эта проблема требует срочного разрешения, потому что лекарственные растения Казахстана сейчас варварски истребляются, вывозятся за границу, не проводится планомерного учёта, затем планомерного использования. Между тем, кыргызстанские фармакологи начали обеспечивать своё население лекарственными препаратами, изготовленными из местного растительного сырья. Учёные из соседней республики утверждают, что и у нас в Казахстане это вполне возможно, и даже предлагают свой рецепт. У нас регион один, и лекарственные препараты схожи, то можно было бы и выпускать по нашему рецепту у вас здесь такие же лекарственные препараты. У нас в Кыргызстане в аптеках имеется в продаже уже, в аптеках выпускается. Особия видов. Очень дёшевая, за всеми накрутками 60 сумм. В тенге это 1800. К слову, в Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии уже создана лаборатория, в которой местные учёные изучают лечебные растения Южного Казахстана. За последние три года было собрано и изучено 27 видов целебных трав. Участники конференции надеются, что в скором времени в наших аптеках появятся новые препараты отечественного производства, в составе которых будут использованы местные целебные травы. Мы связаны договорами с другими вузами. В частности, у нас есть договор с университетом в Италии, Тузские. И там мы проводим исследования фармакологической активности веществ, извлечённых из лекарственных растений, которые мы получили у нас в своей лаборатории. Международная научно-практическая конференция не ограничит тематику обсуждения лишь вопросами информации, на повестке дня и актуальные вопросы медицины.